Это мой щепокол. Я его сделал из старого топора, арматуры и круглой железяки. Щепокол это я его так назвал, можете называть его колун для колки щепок. Я его использую для того, чтобы делать щепки для растопки. Это не мое изобретение, не моя конструкция. Я видел много раз в интернете, просто сделал этот ролик, чтобы поделиться тем, как я реализовал. Если вам интересно, смотрите дальше. Хочу сделать щепокол или колун для того, чтобы колоть щепки на растопку. Для начала, первая стадия, возьму вот такой вот кругляшок, где-то примерно миллиметров 5 или 6 толщиной. Зачистил его. И сломанный топор. Это был топор такой, знаете, с пластиковыми ручками. Его, видимо, кто-то пытался на деревянную ручку насадить, но это бесполезно. Слишком тонкий всад. здесь. Так что этот топор я попробую задействовать на свой щепокол. Сейчас приварю. Вот так. Снял фаски. Это будет как бы разделка шва. Варить буду электродом. Оно 4. Рутиловое покрытие. Производитель Лосиноостровск. Завод ЛЭЗ. Электроды несколько лет уже лежат, но лежат в сухом месте, поэтому не должны пострадать. Сейчас сначала прихвачу. Ток поставил 150 ампер. Прихвачу, а там дальше видно будет, сколько надо будет поставить ток на сварку. Вот такая вот штука получилась у меня. Приварил. Сейчас еще немножко подточу лезвие и продемонстрирую, как это пока будет работать. Это еще не окончательный вариант. Ну, примерно так. Берем колокушку. Ну и берем колокушку. Теперь, когда я приварил старый топор к основанию, я начал готовить следующие части будущей конструкции. Используя свою новую оправку для гибких колец. Про нее, кстати, у меня есть отдельный ролик. Я сделаю подсказку и ссылку в описании, как я сделал эту оправку. Вот, используя эту оправку для гибких колец, я загибаю кольцо. Честно говоря, сначала я вообще планировал сделать одно кольцо, но потом, сделав оправку, я так увлекся, испытывая ее, что закрутил пару колец и, в общем-то, потом второе кольцо мне тоже пригодилось. Ну, обо всем по порядку. Сейчас вы его увидите. Вот я сделал одно кольцо и сейчас покажу еще второе кольцо, которое я выгнал на этой оправке с помощью вилки. Вот они и два кольца этих. При этом сейчас я еще даже думаю, что второе я сделал зря. Вот теперь у меня мои заготовки. Кольцо, два куска арматуры, которые оставались от той закладной, с которой я начал делать оправку. И я начинаю эту конструкцию готовить. Кольцо разрезал, отрезал лишние концы и теперь надо соединить это кольцо, чтобы оно стало единым целым. Чуть-чуть нужно его подогнуть руками и проволочкой стянул. Сделал такое, такую вот стяжку для того, чтобы притянуть концы. Она же все-таки пружинит и сварить эти два конца, чтобы срастить и сделать единое кольцо. Вот сварил эту арматурину. Здесь уже электроды использовал монолит РЦ, крупные целлюлозные, ими легко варить с отрывом, как раз такие конструкции. И вот я уже готовлюсь. Кольцо у меня есть. Правда кольцо сделал толще, чем этот кругляк снизу, потому что понял, что бревна, ну бревна, полежки-то могут быть разной толщины. Вот теперь я готовлю прутья из арматуры. Загибаю заготовки, отмеряю, чтобы они были одинакового размера. Сейчас поймете почему. Вот так маркером отмеряю и буду гнуть в тисках по количеству имеющегося материала. Да и вообще я решил, что сделаю три таких прута, на которых будут держаться кольца. Вот я зажал в свои тиски и молотком на холодную в тисках загибаю. Боялся, что будут трещины, если гнуть не на горячую, но никаких трещин нет. Вот такие три заготовки я сделал. Теперь нужно собирать эту конструкцию в единое целое. Теперь я использую свои любимые клещи или как там плоскогубцы сварщика или зажимы для того, чтобы делать прихватки. И собираю конструкцию вот таким вот образом. Сначала на прихватке, потом получше провариваю. Но кажется, что эта конструкция не создает впечатление безопасной, поэтому у меня возникают мысли задействовать второе кольцо для того, чтобы создать больше защиты и никто никак не мог даже при всем желании напороться на этот топор. Вот так вот я немножко расширил, разогнул это кольцо, второе и натянул его сверху. Правда, тут я немножко промахнулся, получился косячок. Я слишком много обрезал, образовался большой зазор, но этот зазор я решил нарастить, наварить электродом, наплавить и зазор этот заварить. Вот в итоге получился мой щеплоку. В общем-то это уже практически почти готовая версия. Все выставил, проварил и вот он уже, в общем-то можно сказать, готов к работе. И я его буду тоже испытывать, демонстрировать, как он будет работать. Единственное, что на нем еще нет, это покраски. У меня осиновые поленья, мы покупаем осину для топки. Она не очень ровно колется, не так, как хвойные древесины, поэтому щепки туда-сюда разлетаются, но ничего, колоть можно, как видите. Вот так все это колется и вот так вот это все работает. Здесь я еще хочу один момент пояснить, что я специально делал высоту именно в расчете на свои полежки и, как сейчас я покажу в дальнейшем, высоту от лезвия топора до верхнего кольца я специально сделал с расчетом на колотушку. Я использую в данном случае резиновую киянку. Вот я делал с таким расчетом, ну даже если бить железным молотком, чтобы я не попал молотком по лезвию. Сейчас, когда я всячески продемонстрировал, как я наколол щепочек и вот здесь сейчас я это все делаю наколю, потом сложу и на этом демонстрация закончится. Да, вот специально хочу показать, чтобы было видно, что молоток до лезвия никак не может достать. Демонстрация 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 Вот такая вот красота получилась. Ну, а вот я его покрасил Не знаю, долго ли продержится эта краска Но, чтобы было красиво Вот сделал такой вот Коричневой краской покрасил Вот такой у меня получился щипокол